17 февраля отмечается народный праздник Николай Студёный или Волчий сват. Этот день носит ещё несколько названий. Никола Студёный, Николай Морозный, Николай Студенит, Никольские Морозы, Волчий сват, Маковый закат, Никола, Николай. Православная Церковь 17 февраля вспоминает преподобного Николая Исповедника, Игумена Студийского. В народе он получил прозвище Студёный, так как обычно в этот день всегда стоит сильный мороз. По традиции верующие люди в этот день отправляются в храмы, чтобы помолиться святому Николаю. Обычно люди обращаются к нему с молитвами об исцелении от различных болезней и недугов, просят послать здоровье родным. Название праздника Волчий сват обусловлено тем, что в это время начинаются брачные звериные игры. Согласно народному поверью, лишь одному Николе Студеному известно, где находится логово волков и обитают лисы. Но люди и не хотели этого знать, поэтому они просили святого Николая оградить их от этой встречи с дикими зверями. В феврале 17 числа обычно ударяли неожиданные морозы, поэтому люди старались сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости. Среди людей слыло поверье, что любая дорога опасна, так как звери устраивают игрища. Они агрессивны и могут стать опасностью на пути. Да и заблудиться в дороге было нетрудно, так как в эти дни часто мели метели. 17 февраля был днем приборки. Это было продолжением праздника починок, который был накануне 16 февраля. Женщины от мала до велика старались делать работу по дому. Мужская часть семьи прибирались во дворе, в сараях, за домашним скотом уход вели. Среди православных традиций этого дня было чтение защитных молитв. Молитвы читали за домашний скот, чтобы защитить его от диких зверей. Еще было принято читать молитвы для исцеления болезней живота. Народные целители именно на Николу Студенова лечили болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, а также делали привороты и отвороты. Какие существовали приметы погоды в этот день? Если лес издалека черным кажется, то идут оттепели. Густой туман на Николу готовь лопату снег убирать, дожди мороза. Красная луна в небе, будет сильный ветер весь день. Народе верили, что 17 февраля следует замечать свои сны. Если вам снится птица, то скоро новости важные получите. А если свинья приснится, то быть тяжелым испытанием и жизненным трудностям. Молитесь Николе, просите помощи, и он поможет преодолеть все невзгоды. Также в народе считалось, что всем, кто родился 17 февраля, покровительствует сильный святой Николай Студеный. Он будет защищать и оберегать своих подопечных в течение всей жизни. Для того, чтобы усилить влияние святого и получить дополнительную защиту, рекомендуется носить турмалин в качестве оберега. Хорошо, если его предварительно заговорит знахарь или знающий человек. Что нельзя делать на Николу Студеного? Нельзя отправляться в путешествие и собираться в дальнюю дорогу. Если отложить дорогу нельзя, то нужно обязательно позвать Николу и попросить у него помощи. Считается, что на Николу Студеного нельзя ходить на охоту. В противном случае можно накликать беду. Согласно народным поверьям, в это время лесное зверье чувствует приближение весны и устраивает игрища и свадьбы. Об этом народе говорили так. Лисы в пляс ударяются, друг перед другом же манятся. Никола Студеный, волчий сват, маковый закат. Субтитры создавал DimaTorzok